Хайдер Али Усманов. Охотник. Тайна Долины Смерти. Охотник 2. Миллион лет назад. Ведущий ученый по проблемам разума Тра Мокрау задумчиво рассматривал проекцию одной из планет молодой звездной системы. Ну, как молодой? Всего несколько миллионов лет. В галактических масштабах это не возраст. Поверхность планеты только недавно стала более-менее стабильной. Начала образовываться атмосфера. Именно поэтому Искент научно-исследовательского корабля старой расы РХАДР обратил внимание на нее. Для проведения полноценного эксперимента была нужна именно такая заготовка. Планета, на которой полностью отсутствует какое-либо подобие жизни. Сейчас возле планеты расположились несколько автоматических научных станций для проведения полноценного эксперимента. Суть эксперимента сводилась к следующему. Тра Мокрау собирался попытаться вырастить полноценный разум у планеты. Это может выглядеть как запредельный идиотизм, но... Раса РХАДР издревле выращивает разумные кристаллы, из которых потом вырастают искусственные интеллекты. Причем их, как и собственную молодежь, обучают. Растят. Именно поэтому искусственный интеллект обладает такими же гражданскими правами, как и любой представитель их народа. Ведь уже давно доказано, что разумная жизнь не обязательно имеет биологическую форму существования. Взять хотя бы расу Орлук. Это полностью энергетическая форма жизни, но обладающая очень незаурядным разумом и своеобразным мышлением. Ученый даже ухмыльнулся, вспомнив шуточки и розыгрыши, которыми славятся молодые особи этой расы. А ведь они не всегда безобидны. Хотя у их расы с Орлукой мирный нейтралитет, но так было не всегда. Бывали и войны из-за недопонимания. С тех самых пор и существует, что само понятие разума является субъективным. Ведь легко придумать какие-то рамки и границы существования разумности, чтобы оправдать какие-то действия. К примеру, полный геноцид, как, к примеру, произошло с разумными кристаллами. Их использовали как кристаллическую основу для искинтов, пользуясь тем, что чем больше лет кристаллы, тем больше в них образуется логических цепочек и связей. Практически кристалл с каждым годом усложнял свою внутреннюю взаимосвязь, что положительно сказывалось на его быстродействии и мощности. Но признавать в них разумную расу отказывались по ряду причин. Одной из которых было, внимание, отсутствие средств к передвижению. Это как? То есть, если разумному оторвать, ну или ампутировать конечности, то он уже неразумный? Оказалось, что эта раса была мыслителями. Они могли осмысливать какую-либо проблему тысячелетиями. Что такое возраст, когда ты можешь существовать десятки тысяч лет? Если тебя не трогают, конечно. Сколько лет самому главному кристаллу неизвестно, но факт остается фактом. Когда он вышел из своих тысячелетних раздумий и увидел, а скорее всего и ощутил, что именно делают с его сородичами, то кисло стало половине галактики разумных. По крайней мере тем, у кого стояли такие вот кастрированные кристаллы в искинтах. Его вопль практически моментально достиг всех и убил их. После чего он нанес мощный пси-удар по присутствующим в их системе разумным. Сотни кораблей, две станции, десятки тысяч разумных. Перечислять жертву можно долго. Мощь этого древнего кристалла была страшна. После произошедшего, Галактический совет старых рас взял ту систему под свое покровительство и запретил категорически любое использование кристаллов без их согласия. А как получить согласие от того, чей язык ты не знаешь? Правильно, никак. Только вот у Тра Мо Крау такой проблемы не было. Ведь именно он сумел расшифровать тот импульс, нанесший смертельный удар по разумной системе. И сумел напоследок вывести разумный кристалл, вернее его зародыш, с той планеты до объявления карантина. Теперь он хотел попытаться возродить расу кристаллоидов на другой планете. Но в этот раз это должна быть полностью подконтрольная им раса, которая с радостью будет отдавать своих детей для использования в искинтах. Ведь, к сожалению, искинт, который с каждым годом совершенствуется и развивается, огромная редкость. Сейчас он делал отдельные тесты, чтобы убедиться, что зародыш правильно усвоил программу обучения и будет ее передавать своим потомкам. Пока все шло, как и планировалось. В голове ученого уже мелькали картины о том, когда он сможет вырастить громадный компьютер размером с планету. Ведь известно, что у кристалла все работает по старшеству. Младшие кристаллы подчиняются старшему. Представьте планету, населенную кристаллами, каждый из которых способен собой заменить мощный вычислитель. И вдруг главному, старейшему кристаллу приходит приказ срочно решить какую-то задачу. Старший кристалл задействует свои мощности, а в случае нехватки берет нужное у других. Мощность и быстродействие подобного вычислительного центра просто невозможно представить или просчитать. Через пару сотен оборотов планеты вокруг светила, его мощности уже будут несопоставимы с любыми вычислительными комплексами. А что будет через тысячу лет? И самое главное в этом проекте, что именно их раса будет иметь доступ к нему. И только они. Это стоило того риска, на который ему пришлось пойти. Тщательно отсканировав всю планету, уже очень не хотелось, чтобы кто-то посторонне нашел кристалл, до того, как он станет полностью сформировавшимся. Трамо Крау нашел глубокую пещеру, в которой еще не так давно бушевали потоки раскаленной лавы. Зародыш был помещен фактически в подобие гнезда. К пещере были проведены геотермальные источники для обеспечения его энергии, ведь на своей родной планете кристаллы селились именно возле таких источников. Единственный вход, оставленный к этой пещере, был переоборудован в исследовательскую станцию их расы. Установлены различные степени защиты максимального уровня. Установлены целый кластер искинтов, которые должны были обучать его и контролировать, дабы не упустить ни малейшего грана информации. Все это могло пригодиться для будущих поколений, которые будут работать с этим вычислительным комплексом планетарного масштаба. Сотни тысяч раз перепроверены все условия и возможности для созревания и размножения этой кристаллической формы жизни. Еще раз пересмотрев все отчеты, ученый устало потер свои глаза. Вроде все учтено. Теперь ему и всей расе Хархадр остается только ждать. У них все должно получиться. Ведь кристалл растет в относительной свободе. Его никто не урезает и не кастрирует. Значит, патриарху кристаллов с родной планеты им просто нечего предъявить. Внимательно прочитав все отчеты, он скомандовал возвращение домой. Больше они ничем не могли помочь. Все корабли и мобильные научные станции начали разгоняться для прыжка. Эксперимент начался. Через 300 лет в систему вошел маленький корабль-разведчик расы Хархадр. Если бы кто-то увидел внутреннюю начинку этого кораблика, то он очень удивился бы. Там стояли только научные приборы, но не считая стандартного корабельного набора. Корабль был полностью автоматизированный, не считая пилота и лаборанта, который тут же принялся снимать показания с помощью своей аппаратуры. Выйдя на связь с комплексом из кинтов базы было выяснено, что кристалл пророс, но не так, как на их родной планете. Кристалл, словно мельчайшее напыление, покрывал всю огромную подземную полость, которая должна была стать его домом, и прорастал тончайшими нитями на поверхность планеты, и внедрялся в корневую структуру растений. Животный мир на планете развивался тоже скачкообразно. Различные виды животных, самых агрессивных в своем виде, вырастали в довольно странных монстров. Но на планете теперь хватало и других странностей. Во-первых, из-за присутствия в растениях кристаллических вкраплений. Внутри грудной клетки местных существ стали образовываться кристаллы, которые словно губка впитывали псиэнергией из окружающего пространства. Но это еще не все странности. Сама планета стала буквально высасывать из пространства системы пси. Куда уходила эта энергия, объяснить так не удалось. Планета, словно один огромный накопитель, накапливала энергию. Куда она могла уходить и, главное, зачем, ответа у наблюдающих эскинтов не было. Как и прогнозы, даже предварительного, о том, во что могло вылиться весь этот эксперимент. Контролем, про который так мечтал Траммок Крау, тут даже и не пахло. Кого контролировать, если нет даже мельчайшего подобия проявлений разума? Может, когда-нибудь в будущем это и произойдет. Но не сейчас. Оставив управляющему кластеру эскинтов необходимые инструкции, корабль-разведчик исчез из этого сектора пространства. Следующая проверка через 500 лет показала, что процесс по какой-то неизвестной причине полностью пошел по неизвестному пути. Животный мир планеты все более менялся. Кристальная пещера уже представляла из себя один сплошной кристалл. Но проявления разума все так же не было. Псиэнергии уже практически в системе не было по причине ее поглощения. Мало того, в системе стали образовываться аномалии. Эти аномалии губительно влияли на псионов. И чем сильнее Дарк, тем сильнее было их воздействие. Эта система стала закрытой для них. Факторы возникновения и развития кристаллов внутри животных все так же не поддавались определению. Только одно было ясно. Чем старше животное, тем больше и сильнее у него внутри кристалл. И в системе стали образовываться аномалии. Кроме того, обнаружился очень странный факт. В клетках нервной системы у животных, словно противовес кристаллу, стало образовываться вещество, поглощающее пси. При смерти животного оно собиралось воедино, словно стягиваемое в одну точку магнитом, практически уничтожая ткани животного. С виду это выглядело так, словно проходило ускоренное разложение тканей. Даже заморозка не помогала. Таким образом, если говорить обычным языком, портилось мясо. Образовавшийся сгусток этого вещества мог полностью блокировать пси. Но еще более странный момент. Если вокруг туши убитого животного создать поле, подобное слабому излучению того вещества, то объединение этого сгустка прекращалось. Словно замораживалось. Это было настолько странно, что ученые даже не знали, как описать это в научных трудах. Вся эта планета вместе со своей экосистемой стала одним большим артефактом, доказывающим, что в животном мире возможно все. Десятки ученых правдами и неправдами старались добраться до планеты-загадки, чтобы иметь возможность изучать эти странности и пытаться найти хоть какие-то закономерности. Со временем аномалии вокруг планеты ширились. И вскоре вообще вся система стала одной большой аномалией. Но представителям расы Архаатр было все равно. Они могли защищать свой мозг от губительного действия аномалий. Для них никаких проблем при нахождении в этой системе не возникало. Что нельзя сказать о других расах. Хорошо еще, что они про эту планету не знали. Вскоре про нее вообще все забыли, так как разразилась галактическая война. А потом и вспоминать-то некому было. Рас Архаатр была полностью уничтожена. И только их исследовательская база, словно укорсия галактики и грустное напоминание о бренности бытия, продолжала проводить свои исследования и изыскания в пределах своей компетенции. Со временем оборудование изнашивалось. Реакторы вырабатывали свой ресурс. Дроиды ломались. Однажды защита периметра отказала. В тот день первая тварь прорвалась на территорию базы. Чем-то их раздражали устройства и механизмы на базе. Прорвавшиеся твари предприняли все, чтобы ликвидировать любой раздражающий их фактор. Через столетия только кристаллическая пещера могла дать хоть какой-то ответ, если бы могла говорить.